Состоялось второе заседание Организационного комитета по празднованию юбилея реформации. Сегодня вновь здесь у нас в Кафедральном соборе были представители и главы конфессий, как протестантских, так и православной, и католической, и светских организаций. Также был представлен Московский департамент по связям с религиозными организациями и администрация президента. И вновь я хочу подчеркнуть, что значимость этого юбилея подчеркивается уровнем участников. Но и не только уровнем формально участников, но и темами, которые вполне конкретны, вполне имеют значимость для нашего общества, которые обсуждали сегодня. Сегодня были окончательно определены центральные мероприятия года. Ими станут торжественное открытие года реформации 22 марта в президент отеле. Оно соберет вместе глав протестантских конфессий, представителей традиционных религий России, государственных деятелей, чиновников и множество гостей не только из нашей страны, но и со всего мира. Это событие в первую очередь задаст импульс остальным мероприятиям, которые предстоят на протяжении всего года. Основная тема – это ценностные истоки реформации, как для отдельного человека, так и для общества и всего мира в целом. А кульминацией празднований в конце октября станет торжественный прием в Доме Пашкова в Москве и единое богослужение, которое соберет порядка 30 тысяч верующих. Реформация – это возвращение к корню. И главная наша основа, корень нашей веры – это Иисус Христос. Вот свобода проповеди Евангелия, возможность для людей доступа к проповеди этого живого слова – это наша главная, конечно, основная задача. Но и в деталях поговорить о том, что такое реформация в историческом смысле, что такое реформация в контексте России, российской истории, как она повлияла на нас, как она сформировала нас сегодняшних. И, конечно, обозначить для нас видение того, как реформация продолжает работать в нас самих, внутри нас в первую очередь, реформировать наше сознание, но и также реформировать наш окружающий мир, людей вокруг нас. Реформация – это на самом деле не отказ от чего-то, не отказ от того главного, что есть в христианстве, от тех морально-нравственных ценностей, которые там есть. Это, напротив того, возврат, возвращение и укрепление в тех нравственных принципах, которые есть в христианской церкви. Они созвучны тому, чему, ну, по крайней мере, в идеале, стремится следовать все российское общество. И это очень отрадно, что христиане, принадлежащие к разным конфессиям, они, во-первых, объединятся в добром деле, а, во-вторых, смогут рассказать об этом широкому кругу наших сограждан. В России, в Москве, в нашей столице. Мы считаем, что это очень важный юбилей, важные события. И в том, что от нас зависит, мы будем поддерживать это дело. В этом году по всей территории нашей страны будут проходить различные мероприятия. Просветительские лекции, концерты классической и современной духовной музыки, экскурсионные программы, будут открыты пленарные и дискуссионные площадки. Все это требует широкого освещения в средствах массовой информации. Надо отметить, что, несмотря на то, что часть мероприятий, они такие камерные, они проходят в соборе и этот, однако, благодаря грамотному использованию средств массовой информации, своевременной и хорошей подачи, мы донесем информацию о важности реформации, об ее культурном аспекте, об ее историческом аспекте, экономическом аспекте до самой широкой аудитории. И это очень важно, потому что такое событие, как реформация, оно должно в полной мере отобразиться, особенно в этом году, в повестке дня всего общества. Информационное бюро «Спектр», Москва.